Марафон классического балета стартовал сегодня в Казани. В эти минуты на сцене театра имени Джалиля премьера «Корсарф». По традиции новая постановка открыла фестиваль имени Рудольфа Нуреева. О громких именах Анастасия Аксенова с места событий. Балет «Корсарф» стал отправной точкой в карьере Рудольфа Нуреева. После ошеломительного успеха о его таланте заговорили на разных языках мира. Теперь эта же постановка открывает и 32-й Нуреевский фестиваль, билеты на которые раскупили за сутки после старта продаж. Сегодня премьера нового прочтения «Корсара», первая постановка которого была еще в далеком 1863 году в Мариинском театре. Это одно из ключевых произведений. В мире балета «Корсар» называют Библией. История, в которой есть свой рай сладких видений, крушащий все вокруг ад. На сцене оперного театра зритель с ней встречается третий раз. После долгого перерыва «Корсар» снова в репертуаре Нуреевского фестиваля. Любое торжество, любое мероприятие всегда вызывает приятное чувство. Тем более такой пропустить никак нельзя. Мы очень любим и каждый год приходим на фестиваль. А в этом году решили тем более «Корсар» премьера. В Казань приедут трупы известных театров мира. Гостей ждут из 14 стран. Но этот 32-й фестиваль открывает именно новое поколение артистов нашего оперного театра. Роль предводителя «Корсаров» досталась Михаилу Тимаеву. Очень важное событие, поскольку мы представляем родной театр и нужно всегда показывать наивысший уровень, соответствовать мировому уровню исполнения. И тем более сегодня мы представляем новый спектакль. Несколько тонн декораций, сотни часов репетиций. Чтобы успеть представить зрителю новую редакцию одной из самых ярких постановок, Нуривский фестиваль продлится до конца мая. В программу вошел золотой фонд классического балета. «Спартак», «Жизель», «Ромео», «Джульетта» и другие. Анастасия Аксенова, Владимир Юрков, Вести, Татарстан.